Здравствуйте, уважаемые шашисты! Во-первых, хочется проанонсировать сегодняшний стрим. Сегодня на канале Шашки с Олегом состоится стрим. Буду играть с мастером из Польши, сейчас он проживает в Лондоне, с Михалом Яницкий. Он поляк. Мы сегодня с ним будем рубиться в русские шашки, в бразильские шашки и в стоклетки. Контроль времени 3 минуты плюс 2 секунды на ход. Блиц, короче говоря. И, друзья, ссылочку на канал Михала оставлю в описании этого ролика, закреплю в комментариях. Подписывайтесь, кстати, интересный канал. Я тоже подписан. Не знаю, Михал будет вести стрим или нет, но потом будет разбирать на своем канале также интересные партии, которые, возможно, я надеюсь, сегодня у нас получатся, так скажем, интересные учебные партии. Сегодня, друзья, я хочу разобрать учебную партию. Она была сыграна между двумя гроссмейстерами. Между Александром Георгиевым и Марадулло Амрилаевым. Ну, видимо, на одном из турниров они играли как раз, и вот это видео есть тоже на канале Михала Яницкий. И я посмотрел эту партию, она прямо-таки вот изобилует, что называется, учебными идеями, красивыми. И я хочу с вами сегодня ее разобрать. А сегодняшний стрим будет в 19.00 по московскому времени, предположительно. Скоро свяжемся с Михалом и, как говорится, начнем. В партии между гроссмейстером Александром Георгиевым и Марадулло Амрилаем выпала следующая жеребьевка. Белая шашка А3 летит на поле А4, черная шашка Ф6 летит на поле А3. Ну, давайте для начала оценим данную позицию. Ну, во-первых, видно, что у белых и черных немножко перегружен их слабый обычно правый фланг. Ну, и возникает так называемая гамбитная позиция. То есть у черных переразвитие, они, получается, сделали шашкой Ф6. Один, два, три хода. А белые только, так сказать, один ход вперед сделали. То есть и ход белых. То есть сейчас, в принципе, переразвитие плюс полтора у черных. Поэтому позиция белых выглядит приятнее. В партии Александр Георгиев сразу же разменялся ходом АЖ5. Но, в принципе, хочется сказать, что сильнейший план связан с ходом ЖФ4. То есть не давая черным выбить, развить их фланг как раз сильный. То есть что хотят белые? Допустим, если черные сыграют ЖФ6, белые тогда уже разменяются. То есть они не дали развить черным свою шашку АЖ8. И в дальнейших позициях все равно черные рано или поздно где-то дадут белым разменяться. И у белых будет чуть поприятнее. Если же после ЖФ4, допустим, черные как-то играют. Ну, допустим, БА5 мы еще ждем. ФЖ3, допустим, СБ6 или АБ6 как-нибудь. Мы ЖФ2 еще ждем. Короче, рано или поздно черные будут вынуждены сходить ЖФ6. И тогда мы уже развиваем свой фланг. Позиция белых чуть-чуть поприятнее еще раз скажу. Ну, Александр Георгиев сразу же разменялся вот таким образом. И черные тут же уже приступают к атаке правого фланга белых. В этой позиции, ну, наверное, все-таки надо было меняться. ФЕ3 вот таким образом. Ну, и равная позиция создавалась. Ничего особенного не было. Но Александр Георгиев предпочел сыграть ЖФ4. То есть он хотел следующим ходом разменяться назад. И получить дополнительные запасные темпы. И преимущество захватить. Естественно, не хочется давать этого белым. Поэтому Марадуло Амрилаев разменялся ходом ДЕ5. Я тоже, друзья, честно говоря, первый раз, когда смотрел эту партию, я бы вот чисто по-человечески разменялся также ДЕ5. Но компьютер показывает, что у черных был отличный ход ДЦ5. То есть рано или поздно черные подтянут свою шашку Х8. Запрут фланг белых вот на такую связку. И будут диктовать игру. Поэтому после ДЦ5, конечно, преимущество было на стороне черных. А после ДЕ5 размена, тут уже, в принципе, равная игра. Далее Марадуло Амрилаев сыграл АЖ7. И Александр Георгиев ушел на фланг. Марадуло пошел ЕФ4. В принципе, логичные ходы. И вот здесь Александр Георгиев надолго задумался. В принципе, сильнейшее продолжение здесь СД4. Я, честно говоря, тоже вот чисто по-человечески хотел сыграть ЖФ2. Именно так и сыграл Александр Георгиев. Но лучше было играть СД4. То есть после СД4 абсолютно равная позиция возникала. Ну, давайте рассмотрим возможные продолжения. Допустим, черные бы разменялись. БЦ3, БЦ7 и ЕФ2, допустим, играют белые. И сейчас, если черные, допустим, могут сыграть СБ6 как-то. Даже СД6. Да, СД6 тоже возможный ход. То есть после СД6 тут ничего у белых нет. То есть если они проводят вот такую комбинацию, то черные просто жертвуют шашку. Вторую. И отыгрывают шашку. Позиция равная абсолютно возникает. То есть ничего страшного тут за черных не было, в принципе. Если же... Ну, а как еще играть белым? В принципе, больше другого варианта нет. Поэтому ход СД4 был, все-таки, ввел к равной игре. Вот после же Ф2 черные уже могли захватить преимущество. То есть в этой позиции Марадулова-Мрилаев сыграл БЦ7 и Александр Георгиев сыграл СД4. Вот в этой позиции уже Марадулова-Мрилаев сыграл БА5. Этот ход передает преимущество белым. То есть, в принципе, в этой позиции надо было черным играть другим образом. В этой позиции черным можно было разменяться БЦ5. Ну, допустим, как играть белым? БЦ3, допустим, СД6. Ну, как СБ4, допустим, тогда уже ЖФ6. Если как-то ФЖ3, ну, просто можно закрыться вот таким образом. Ну, и позиция черных как-то, ну, приятнее выглядит. То есть намного приятнее. Я не знаю, может, лично мне так кажется, но тем не менее. То есть в этой позиции после СД4, конечно, надо было играть БЦ5. А вот после БА5 уже, как сыграл Марадулова-Мрилаев, тут возможен был следующий вариант. БЦ3. То есть Александр Георгиев правильно сыграл. И далее, допустим, СБ6. Тогда уже нападаем. Только не с этой стороны, как напал Александр. То есть в партии последовало ЕФ6, затем БЦ5. Ну, и после вот такого размена партия быстро закончилась в ничью. Ну, примерно покажу порядок ходов. Допустим, так, 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 так. Белые напали, и черные вот таким образом разменялись. Ну, и все, партия быстро закончилась в ничьей. То есть в той позиции там, в принципе, ничего интересного не было. После нападения белых ФЕ3. Надо было ФЖ3. Конечно, надо было играть ФЕ3. То есть в этой позиции вместо ФЖ3 надо было сыграть ФЕ3. Ну, и тут есть несколько ничьих за черных, как говорится. Одна лучше другой. Ну, лучше всего, наверное, в этой позиции сыграть ЖФ6, как ни странно. И вот таким образом разменяться. У белых, естественно, выпадают в центр. Тут ничего не остается черным. Только как играть ДЦ7. Белые размениваются назад. И обратите внимание, у черных разрыв по флангам. То есть отсталая шашка А7. Тут все висит. Никаких упоров. У белых отличная позиция. То есть сейчас они разменяются. Будут атаковать ослабленный левый фланг белых. Ой, черных. Ну, допустим, СД6 разменялись. ФЖ7. Вот этот порядок ходов тут единственный. Все остальное ведет к поражению. Ну, и тут, возможно, две ничьи за черных. Допустим, ФЖ5. Тогда черные играют БЦ5. Ну, и если белые нападают ходом ЖЖ6, то, возможно, красивая комбинация за черных. Черные играют АБ6. Побили. Затем играют БА3. Побили. Затем ДЕ5. Побили. И таким образом черные форсируют ничью. АБ4. И ничья, возможно. Ну, и даже АБ2 здесь можно в этой позиции сыграть. Это ничья. В этой позиции вместо хода ФЖ5 белые еще могли пойти ЖЖ4. Но тогда уже черные играют точно ЖЖ6. Тоже единственный ход на ничью. Ну, и далее, возможно, АЖ5. БЦ5. ЖЖ6. Белые захватили важное поле. Поставили на поле Ф6 рожон. Рожон, но, тем не менее, они ничего не могут сделать в этой позиции. То есть, черные играют АБ6. Ну, и как бы белые не играли, ничья черным обеспечена. Допустим, если АБ2, тогда уже ЦБ4 играют. Если, допустим, ДЕ3 белые играют, черные уже выходят. БЦ3. Ну, и как бы тут белые не ходили. То есть, либо ЦД4, тогда черные вот таким образом даже шашку тут еще выигрывают. То есть, играют. Либо, если белые размениваются вот таким образом, то черные также выигрывают шашку. Ну, и партия здесь должна закончиться ничьей. Но преимуществом, видите, даже еще белые владеют. Все-таки у них лишняя шашка. А по-другому в той позиции за черных было играть еще хуже. То есть, в этой позиции после хода ФЕ3 лучший вариант все-таки, да, вот это именно ЖФ6. И надо идти вот на ту страшную позицию. И все-таки там ничья есть. Но если ты этого не знаешь, то можешь сыграть и вот таким образом. Ну, если ДЦ7 играть, то в партии, то есть, в принципе, все тоже самое может возникнуть, допустим, вот после такого варианта. А если в этой позиции сыграть, допустим, БЦ5. То есть, так, напали. И БЦ5 черный играет. Ну, давайте посмотрим тогда, что возможно в этой позиции. Белые бьют вперед. Ну, если назад бить и играть таким образом, то опять позиция черных тут страшной становится. То есть, она будет меняться. И там, ну, шансы на ничью минимальны, так скажем. Если же бить вперед, то за белых возникают красивые идеи. Побили и надо отыгрывать шашку черным. И белые неожиданно могут, используя комбинационные возможности, сыграть АЖ7. То есть, друзья, видите, вперед бить уже нельзя. Потому что белые пройдут в дамки с победой. Поэтому приходится, ну, сюда бить нельзя, просто дамки пойдем. Приходится бить назад. Здесь уже белые отдают шашку. И затем опять ставят РЖО. То есть, и в той позиции, и в этой. В той позиции на Ф6 был РЖО у белых, но черные достигли ничей. Здесь черные, белые поставили РЖО на поле Д6. Но также черные достигают ничьей. Допустим, АЖ7, ЕФ2, ЖР4, АБ2, ЖФ6, БЦ3, ФЖ7. Ну, то есть, не давая пройти белым в дамки. И СД4, ЖА6, ФЕ3. Белые, то есть, приготовились к размену. И на ход, допустим, ФЖ5. Белые размениваются назад. И грозят пройти в дамки. Но, тем не менее, черные жертвы и шашки еще могут побороться тут за ничью. Так, так. И надо жертвовать в эту сторону. И в этой позиции ничья еще за белых не такая простая. То есть, если просто играть СД6, то поставили дамку, надо отходить. Еще раз напали. Отходить еще раз. Ну, и как бы белые не играли, черные в этой позиции, конечно, легко сделают ничью. Тем не менее, если в этой позиции сыграть, допустим, БА7, видите, уже на С1 нельзя поставить дамку. Потому что она тут же гибнет. Поэтому приходится ставить дамку на поле А1. Ну, и в этой позиции белые, в принципе, могут еще побороться за победу. Как ни странно. Допустим, белые ставят дамку на поле Б8. Ну, таким образом играть бессмысленно. Белые просто отойдут. Ну, и потом побьют на поле Ф4. То есть, не давая вот такого маневра ничейного. Они просто на Ф4 побьют и выиграют эту позицию. А если отходить, то белые поставят вторую дамку. Ну, и этот эндшпиль уже проигранный. То есть, так играть бесполезно. Надо играть на поле Ф6. На самом деле, черным. Теперь, белым лучше всего сыграть БА7. И черные опять последовательно нападают на шашку Е3. То есть, загнали ее на поле С5. А затем занимают поле Х4. Вот только такой порядок ходов за черных в этой позиции ведет ничей. Все остальное очень плохо. Скорее всего, белые выиграют. Ну, и в этой позиции белые также пытаются пройти в дамки. Но черные успевают провести свою шашку А6. Представляете, с поля А6 на поле С1 в дамке. То есть, ну и поставили. Черные успевают на поле Е3. И такой ход не ведет к победе. А если же белые занимают большую дорогу. Ну, просто идем в дамки тогда. И затем ставим вторую дамку. Ну, и в этой позиции черные должны сделать ничью. Тут, конечно, еще довольно-таки сложное окончание. Есть шансы на победу у белых. Но, тем не менее, ничья есть. Все-таки, вот в том положении надо было именно играть ЖФ6. Которое мы рассмотрели. Продолжение там ничья более простая. А после БЦ5 довольно-таки тяжело найти вот эту ничью. Особенно практической партии. Друзья, мы сегодня с вами рассмотрели тренировочную партию. Между гроссмейстерами Александром Георгиевым и Марадуло Амарилаевым. Довольно-таки интересная партия. Если вам понравилась она и ее разбор, так скажем, анализ партии. То, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на мой канал. А буквально уже через час состоится стрим. Будем играть с известным мастером из Польши Михаилом Яницким. В 19.00 по московскому времени. Друзья, присоединяйтесь. Я думаю, будет интересно. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok